как думаете как связан с паузой то что сегодня ветераны сыграли суперскил атаки у нас то есть вот тимкин он по моему еще против кости кольцова играл когда когда кости играл за михалёва в плей офф мы вылетели тогда а вы по моему с я играл играл тоже он ведь из его нет вы выиграли в хелпом в одно время с николай кулемин да я просто бывает ничего страшного лекоможи команды как-то людей как-то легендарных хоккеистов можно быть виктор николаевич козлов вас помню вот а нет он он играл одно время тоже с вами мужчина вот-вот и вот у вас куту с чем связано первый вопрос привет андрей кузьменко может быть обменен вашингтон все силы брошены на то чтобы помочь александру овечкину побить рекорд но поможет ли в этом кузьменко что-то сильно сомневаюсь авангард неожиданно был разгромлен на своей площадке акбарсом 04 вот бы им не отпускать ивана мирошниченко да уже поздно случилось то что ждали последний месяц иван мирошниченко вызван основной состав вашингтона и уже ближайшей ночью может сыграть против айлендерс надо сказать что из всех игроков выступающих сейчас в хл иван был ближе всего к переводу в первую команду возможно он не так много забивает как многие ждут на счету мирошниченко всего 15 очков в 27 матчах при восьми заброшенных шайбах но херше где он выступал весьма специфический клуб и к этим цифрам надо относиться аккуратно гораздо важней что иван очень здорово добавлял во всех аспектах игры даже в матчах где форвард не набирал баллы он был заметен иван здорово играл в разрушении не боялся идти в силовую борьбу то есть показывал себя не как узкоспециализированный нападающий который готов только завивать а был тем кто может приносить пользу на любом участке площадки плюс мирошниченко серьезно добавил физически и не боялся выполнять черновую работу сильно старался в атаке никто и не ждет что российский хоккеист который бы остался в авангарде если бы его не попытались обменили в другой клуб будет забивать по 100 шайб за сезон мирошниченко из тех кто умеет изучаться важный момент он хоккеист который с удовольствием займется другими делами если что-то не идет в атаке все остальные российские ребята кто выступает в ахл не дотягивают по многим позициям а мирошниченко может многое на первой тренировке вашингтона он занимался в тройке с евгением кузнецовым и кстати это хорошее решение может быть челябинцу будет интересно с иваном московская динамо на своем льду обыгрывает csk 41 а главный тренер армейцев сергей федоров снова намекнул что нужны изменения в составе в уфе напряглись трактор обыгрывает автомобилист 3-2 победная шайба в овертайме на счету антона бурдацова а в нхл зажигает кирилл марченко этой ночью нападающий коламбуса трижды отличился в матче против баффало и в клубе очень довольны как российской тройкой таким прогрессом кирилла марченко много забивал и в прошлом сезоне но к тому сезону к тем цифрам надо было относиться осторожно дело в том что кирилл стал играть много в момент когда команда потеряла все шансы на плывов и досрочно завершила чемпионат в такие моменты тренеры идут на эксперименты а менеджеры заставляют их давать больше свободы проспектам но кирилл сохранил темп и в нынешнем чемпионате он становится лидером клуба хотя там выступают такие ребята как лани или гудро однако заметен именно кирилл они более дорогие хоккеисты пожалуй из нового поколения марченко ближе всех попаданию в элиту нхл конечно случится может всякое но динамика весьма положительная не случайно кирилл выходит в первом большинстве да и вообще появляется на площадке в ключевые моменты большой прогресс и у чинахова который этим летом больше лечился чем работал правда он начал осознавать что для удачной карьеры в нхл ему нужно иметь какие-то другие козыри кроме броска и чинахов вылечившись после травмы показал что он умеет меняться отличные передачи хорошие действия без шайбы все это делает перспективы его в нхл более серьезными чуть завял дмитрий воронков на свою работу он делает все три хоккеиста могут получить неплохие контракты и остаться в нхл надолго торпеда была унижена на своем льду спартаком 52 центр форвард красно-белых михаил мальцев провел первый матч после побега из лос-анджелеса но очков не набрал хотя выглядел здорово и последняя локомотив принимал на своем льду северсталь у череповецкой команды серьезные проблемы с вратарями но они умудрились победить 1-0 скоро форвардом ярославль будет запрещен в въезд все равно им не дают заниматься тем что они умеют до свидания а а Субтитры сделал DimaTorzok